добрый день дорогие мои у нас мороз поэтому мы одеты по зимнему я в тулупчике матушка в белой шубке это тоже тулупчик только двухсторонний и мы идем в город у нас так называется центр нашего города потому что мы живем немножечко от него в стороне на другой стороне озера здесь у нас озеро поэтому нам приходится ходить в магазин в город ну или ездить сегодня я не еду потому что знающие мой велосипед написали что после 5 градусов мороза не стоит эксплуатировать потому что очень быстро испортится аккумулятор ну я не буду пробовать не буду наступать на свои грабли лучше уж послушаю тех кто действительно знаток этого дела и поэтому иду в город пешком идем в город пешком ну а идя пешком отвечаем на ваши вопросы и первый вопрос который задала одна из ангелов нашего приюта можно бы назвать оскорбительным потому что я уже не знаю как на него отвечать поскольку вопрос расскажите как молиться выглядит маленечко издевательски я уже даже не знаю как на него ответить потому что вы можете просто спокойно пойти куда хочешь ухты машинка поскользнулась а чё не сыплют вот пожалуйста в суд на них подавайте если чё-то расшибли у них явно не готовы и расшибли вот но я все-таки отвечу и не знаю дальше чего начать давайте я расскажу свою практику поскольку все-таки я тоже не с детства начал молиться появилось у нас некое знание молитве и о том что надо обращаться к господу в начале в конце восьмидесятых начале девяностых мы познакомились с хорошим батюшкой отец августин ветер сзади дует уход мерзает отец анатолий он тогда бы они сего в иваново в казанском храме теперь он епископ городецкий так вот с него мы и начали свой жизненный опыт по освоению молитвы и освоение отношений с господом и естественно поначалу как и все знали что главная молитва это то что храме ты пришел и там все молятся дома есть молитвы обязательны это перед едой перед сном когда ты встаешь а с другой стороны они уже как бы как бы кажутся не совсем обязательно если тебе некогда вот потом естественно молитва перед причащением подготовка ночью вот такой такой молитвенный опыт и начала такое было потом когда я познакомился с отцом наумом и он мне подарил четки вот я понял что есть такое иисусова молитва не стал практиковать иисусова молитва поначалу тоже вот так как и все остальные новоначальные думали о том сколько их нужно этих молитв в день прокрутить сколько раз значит остановиться и все остальное это достаточно длительная практика я вам скажу что она ошибочно изначально если вы начинаете считать что вот 10 кругов пройду 15 пройду потому что количество здесь вообще не имеет никакого значения настоящей молитве количество значение не имеет ну а потом хотя я первый раз прочитал в девяносто первом году а потом перечитывал в несколько раз аскетику феофана сотворника вышинского краткие очерки я начал немножечко понимать что такое молитва вот в особым то есть в настоящем виде можно так сказать потому что нет нет не подумайте ничего все молитвы они настоящие просто есть определенный навык или определенные отношения даже с господом где молитва меняется сама по себе она становится другой не потому что ты вот нашел где-то написано что не иисусова молитву надо читать а молитву ефрему сирину я так часто вижу вот именно такие странные послания о том что если вам чего-то нужно добиться то нужно прочитать вот именно эту молитву именно в это время еще и всем остальным сообщить что надо в это время встать и ее прочитать в принципе естественно входит в состав нашего единомыслия это совместное или одновременное чтение молитву скажем на литургии канон литургический создан специально для того чтобы в одно время в церквах начали служить в одно время это служба двигалась и и примерно в одно время все начали причащаться я вот абсолютно убежден что в таком случае единение духовное образуется и существует пусть оно не образуется в рамках всей планеты потому что одновременно не можем встать но получается в рамках хотя бы часового пояса может такое единение существовать поэтому я допускаю что от литургическое служение храмовое служение это то что должно быть одновременно все вместе и и с определенным набором молитв потому что канон служебные он для всех как бы одинаковые ну вот пришлось продолжить беседу нашу дома вчера честно говоря я шел разговаривал такой был активный и думал сейчас приведу беседу про молитву к определенному выводу хочу вам рассказать про этот вывод но вдруг камера замерзла и остановилась а я вернувшись домой начал себя плохо чувствовать и к ночи у меня было 38 и 3 и когда я вел разговор про молитву думал я сейчас приду к тому что вы не дожидайте особенно господу давайте поспокойнее как-то относитесь обращайтесь тогда когда нужно к нему они пытайтесь все время его дергать и трепать но сам сразу знаете стал молиться и и трепать господи помилуй господи помилуй и и нюхать все время а чем вот нет ли у меня того чего все мы сейчас болим и каждый запах очень радовал очень радовал ну и что мне сразу вспомнился анекдот где паломницы сели в автобус и собирается в поездку старушки так 40 человек вот заходит водитель и смотря на них говорит ну что бабульки молиться будете такие вот покривились значит это я понял достает бутылку водки хоп у них на глазах и вот теперь молитесь и поехал я представляю как они теперь молились вот вот мы когда вот ситуации приходят вот в такое состояние где ну все тяжело как-то надо спасаться каким-то образом значит здесь мы научаемся молиться мы сразу знаем что надо помолиться а как только у нас все успокаивается и все становится хорошо мы забываем что помолиться то нужно вот это одна из наших таких вот таких но тем не менее давайте я все таки продолжу и закончу свой разговор тем что молитва все таки не только то что вы делаете все таки молитва это связь с господом и она конечно есть и умственная связь то есть умом подключается к господу и с ним разговаривают с господом конечно она есть чувствительные некоторые прямо признаются что я люблю господа он меня любит я прямо ощущаю вот эту любовь свою к нему и он ко мне отвечает тем же самым есть можно так сказать зрительные отношения с господом когда мы понимаем что мир созданный господом это удивительные творения которые для нас в общем то и создано для наших отношений с ним все время напоминает этот мир о том что надо иметь с господом молитву а молитва или вот религия это связь связь а молитва это быть на связи и вот здесь у нас конечно у всех разное можно так сказать сила связи что ли или или как вот это назвать где одни только еще думают что надо как-то с ним связаться ну вот давайте представим что у нас телефон есть мобильный нас для связи с господом вот некоторые сидят и и смотрят ох у меня же есть в мобильнике его номер надо бы позвонить вот вот позвоню он ведь точно поможет мне решить все мои проблемы вот и каким-то образом выйти из трудной ситуации но не буду как-нибудь еще сам или сама там еще подергаюсь вот еще по это вот одни вот на этой стадии находятся отношения другие все-таки знают что вот по этому номеру позвонить и попросить и там помогут но знает что нельзя этого делать часто часто то есть можно один раз позвонить два раза позвонить и в общем то достаточно и тогда тебе будет помощь у меня есть одна знакомая у которой все время у нее дар вот успокаивать у нее телефон постоянно разревается от подруг которые пытаются все время с ней разговаривать и она иной раз просто не берет этот номер и говорит я больше не могу она вот позвонила посоветоваться а теперь каждый день по часу по полтора разговаривай вот успокаивай я ведь тоже в общем то человек почему они не понимают что мне тоже иногда требуется отдохнуть и требуется какой-то ну вот бывает не понимает вот поэтому есть такие которые вот думают что позвоню и одноразово и эта помощь будет а есть такие которые вот звонят 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 и и не понимают что они уже могут досаждать могут раздражать даже я уж не знаю но господа конечно не раздражишь он всетерпеливый как 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 всегда вот естественно что ему любое наше обращение важно и нужно но у нас есть проблема мы-то не знаем своего будущего а узнает узнает промысел божий и он знает все пути нашего будущего мы-то думаем что она у нас идет прямолинейное это будущее не осознавая что каждое мгновение мы выбираем новую дорогу у нас свобода есть вот сами вспомните что вот вот сидел вот был друг был или подруга одно слово и разошлись и нету ни подруги не дело с ним ничего такого нет а если бы этого слова не было путь бы был другой вот интересно что господь отсматривает можно так сказать все пути по которым ты мог бы пойти каждую минуту и ему известно на каком пути ты можешь прийти к педле на балке на каком пути ты можешь прийти к трону царскому на каком пути станешь нищим а на каком пути станешь всем любимым и полезным и он-то нас все время пытается по этим путям свободу нашу соблюдая вести подсказывая все время тем что мы должны сделать через совесть или через те учения которые мы имеем они все рассказывают какому будущему нужно нацеливаться идти а мы с вами нет мы с вами имеем часто свои какие-то желания свои какие-то промыслы и молимся о них вот дай господи мне машину дай машину а известно что ты получишь машину и разобьешься и господь бы может быть и не хотел вам давать эту машину и не дает и не дает и не дает а вывод все вот дай машину и и все вот в конечном итоге выпрашиваете ну и в конечном итоге попадаете в то что было вам предназначены на машине вот то есть наше свое уме и наше своеволе и она иногда очень вредно и нам самим и нашим окружающим я видел одну трагическую историю когда к отцу на ума пришла женщина вот и рассказывает как она люб кто там женя наверно посмотри я знаю одну трагическую историю как нет я знаю их очень много трагических историй когда люди не послушали когда двинулись своим путем и и достигли того чего как говорится хотели но вот это меня просто потрясла там такая история я приехал к отцу на уму а он частенько давал мне послушать то что говорят люди и я оставался у него здесь в келье на какое-то время и слушал так вот одна женщина при мне рассказывает историю что ее сын дошел можно так сказать до безумия он ее насилует и насилует каждый день муж когда все это началось у нее значит умер от сердечного приступа когда узнал что такое творит и она до этого не говорила мужа не говорила а потом вдруг узнал и она вот плачет и и стонет что же мне такое сделать а батюшка и говорит ну а как же вот гляди тебе 10 лет ему было говорили что сходи к врачам покажи его врачам пусть врачи посмотрит что ли что можно сделать как какие здесь проблемы а ты чё сделала а я поехала по монастырям плачет эта женщина он горит и что ну вот я везде и она начинает перечислять она везде перебывала она в две его перебывала в ну в общем за 10 лет от 10 лет этого ребенка до 20 она его везде перевозила а к врачам так и не показала и в 20 лет в 21 год как как я узнал она сказала он ее впервые изнасиловал и сидит отец на ум я стою с глазами выпученными и я лично в полной растерянности а что я могу отлично посоветовать этой женщине можно ведь на самом деле только одно ну опять покажи его врачам там или еще хуже посадить то его не посадит он сумасшедший его в клинику конечно заберу но был ли у нее возможность в те 10 лет изменить эту ситуацию вероятно было потому что ну сказал старец обратись к врачам почему бы не обратиться почему ты посчитала что ты умнее старца и ты лучше знаешь а многие именно так живут они набирают не то что старцы говорят как сделать они набирают то что им выгодно слышать от старцев для того чтобы сделать то что они хотят набрать то все что хочешь можно вот этот сказал это этот сказал это этот сказал это ты выдерни по фразе и ты можешь все оправдать что тебе хочется сделать ну абсолютно все но будет ли из того что ты захотел то что тебе надо будет ли твоя вот такая выстроенная молитва а здесь ведь молитва выстраивается ты себе под свои желания выстраиваешь вот это здесь действие а действий тоже молитва с господом а в результате ты сам приводишь к разрушению того что тебе хочется где более что еще и не знал что тебе на самом деле нужно было хотеться и поэтому вот для того чтобы определиться какая вам молитва нужна или как молиться определитесь а что вам вообще нужно в этой жизни ну сделайте хотя бы пять пунктов себе что 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 я хочу но первым поставьте пункт из заповеди христовых какой то вот вот возьмите и и поставьте хочу быть милостивым вот чего нужно начинать отношение с господом или хочу быть кротким или хочу быть гонимом никто не хотят все кто верующий по любому будут гонимые поэтому хочу быть миротворцем вот выстроите себе хотя бы наметки на будущее что я приду вот в конечном итоге к святости заповеданной господом вот в таком качестве миротворцем там кротким милостивым а дальше уже все остальное нет мы же планируем другое мы же планируем что вот вот денег мне дай профессии мне дай машину мне дай квартиру мне дай все господь дай все а чем это кончится никто не знает не 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 хочет слушать поэтому дорогие мои молитва как и лекарство это индивидуальное назначение врача есть некие комплексы которые мы можем сравнить с общими назначениями такими как принимайте витамины или принимайте минералы это то что мы должны повседневно делать то есть утренние вечерние молитвки каноны перед причастием службы службы что вам еще нужно если вы ходите на литургию там полный набор всех ваших просьб требований господу и всех отношений с ним заложен и поэтому простояли прослужили литургии на литургии нельзя ходить стоять литургии это служение нужно прийти прослужить чтобы что-то заслужить у господа они просто я приду да скоро ли там кончится да мне побыстрее надо убежать да я сейчас причащусь вот и у меня все будет хорошо потому что мне нужно там вот так дорогие друзья то есть молитва индивидуальная вещь поэтому сами определите что вы хотите главного и тогда подберите под это себе молитвы но лучшая молитва в конечном итоге как вот отец роман поет лучшая молитва покаяние еще лучше молитва это благодарение господа он и так нам все уже дал что нам нужно для жизни ну а лучше еще лучше молитва молчание я считаю что лучше молитва делание делание то есть вот делайте добро для людей будьте милостивы и это есть ваша молитва не задумывайте что вам за это будет не планируете что я вот это сделаю а мне будет вот это от господа просто делайте добро и само по себе будет все господом для вас устраиваться он то знает уже ваше будущее и что вам нужно знает вот так здоровья вам радости желаю вот вот молитва моя о вас аминь